Финансовая подушка безопасности или дополнительный доход к пенсии государства будет пополнять счета участников программы долгосрочных сбережений в течение 10 лет. Напомним, программа начала действовать в этом году. Изначально софинансирование из госбюджета предполагалось только в первые три года после того, как человек откроет и пополнит счет в одном из негосударственных пенсионных фондов. Помимо софинансирования от государства полагается налоговый вычет. Можно вернуть часть уплаченного за год подоходного налога. Накопление наследуется, а гарантированная сумма страхования по ним в два раза выше нынешней планки по страхованию банковских вкладов – 2,8 млн. рублей. Контролировать исполнение обязательств негосударственных пенсионных фондов перед клиентами будет Банк России. Кроме того, кредитные организации обязаны будут информировать клиентов об условиях и рисках под долгосрочным сбережением. С помощью программы долгосрочных сбережений можно накопить деньги, чтобы воспользоваться ими, к примеру, после выхода на пенсию или в тяжелой жизненной ситуации, если потребуется дорогостоящее лечение. И главная особенность программы в том, что участники получают от государства прибавку к своим накоплениям максимально 36 тысяч в год. С начала года жители ЦФО заключили уже более 235 тысяч договоров долгосрочных сбережений в числе лидеров Белгородской и Воронежской области по 13 тысяч договоров. Объем фактических взносов участников программы от ЦФО превысил 6,5 млрд. рублей. Накупленные деньги можно начать использовать через 15 лет или по достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.